Начало текущего года анапчане отметили не только праздниками, но и участившимися случаями простуды и гриппа. Впрочем, в прошлом году эпидемический подъем заболеваемости был зарегистрирован в этот же период. Врачи отмечают, что вирус H1N1 является устойчивым штаммом вирусной инфекции, которая может вызывать осложнения. Однако беспокоиться анапчанам пока не стоит. По словам начальника управления здравоохранения Анапы, все показатели в пределах нормы. Зарегистрированы единичные случаи заболеваний гриппом, лабораторно подтвержденные. Летальных случаев нет. При этом я хотел бы сказать, что в период с сентября по декабрь 2015 года профпрививки получили почти 65 тысяч человек, жители Анапы. Это как раз та категория населения, которая имеет иммунитет и препятствует распространению этой инфекции. Также главный врач Анапы дал несколько советов, как уберечь себя от простуды и вируса. Медики готовы в этом оказать всю необходимую помощь. В первую очередь, конечно, это профилактические прививки, о которых я сказал. Второе, это противовирусные препараты в профилактических целях. Избегать переохлаждения, здоровый образ жизни, правильное питание. Роспотребнадзор также держит руку на пульсе эпидемиологической обстановки города. По словам директора Анапского отделения Роспотребнадзора Ларисы Медведевой, январь и февраль традиционно являются самыми опасными с точки зрения заболеваемости. Именно в этот период каждый год прогнозируется и регистрируется подъем количества заразившихся ОРВИ и гриппом. Санитарно-эпидемиологическая обстановка контролируется постоянно. На сегодняшний день мы ведем мониторинг за заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Какова ситуация на 13 января? Заболеваемость ОРВИ и гриппом на сегодняшний день 21 случай за прошедшую неделю. То есть вот с 1 января буквально. То есть интенсивный показатель на 10 тысяч населения 1,3. Что гораздо ниже показателя, при котором мы говорим об эпидемическом подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ. Меньше он эпидемического порога в 44 раза. Однако расслабляться анапчанам все же не стоит. Врачи отмечают, кто предупрежден, тот вооружен. Профилактические мероприятия, особенно в отношении детей, не прихоть, а необходимая мера, особенно в переменчивую погоду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова